Туберкулез – одна из старейших болезней человечества. Несмотря на значительные успехи современной медицины в области разработки диагностических средств и лечения сложных инфекций, поведить это заболевание пока не удалось. О том, где можно заразиться туберкулезом, какие факторы оказывают влияние на развитие инфекции и о ситуации заболеваемости в Хасевертовском районе, рассказал главный врач ТОП-диспансера Муса Тутушев. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Хасевертовском регионе всегда была очень тяжелой и напряженной. Несмотря на наши проводимые мероприятия за общей лечебной сетью с работниками Роспотребнадзора, с ветеринарной службой, она, к сожалению, и сейчас остается такой же напряженной и тяжелой. Несмотря на то, что последние годы показатели заболевания, смертности и болезненности уменьшаются, говорить о том, что у нас стало хорошо, очень рано. Вы знаете, на протяжении обозримого прошлого всегда заболевает болезнь и смертность по Хасевертовскому району превышала данные по республике полтора-два раза. Ну, не является и этим, как я вам сказать, чем-то новым и в 18-й год, вот первого полугода. Вот при администрации района, да, создана, есть и работает Межрецкая комиссия по борьбе с туберкулезом, да, где ежеквартально обсуждаются вопросы, связанные с профилактикой раннего явления туберкулеза. При районе ЦРП создан и работает штаб по борьбе с туберкулезом, где также обсуждается все участковые больницы, проходят через это как бы чистилище, где мы обсуждаем все вопросы, связанные тоже с ранней диагностикой и профилактикой туберкулеза. Как только человек обнаруживает первые симптомы туберкулеза, конечно же, он спешит обратиться к специалистам. Но зачастую болезнь протекает незаметно, и чтобы избежать тяжелых последствий, необходимо проходить регулярное обследование. Наши доктора в течение первого полугода, свыше 40 раз выехали в населенные пункты района для оказания практической даты и организационной методической помощи этим работникам в профилактике раннего явления туберкулеза. Выезжали, мы смотрели своих больных, вызывали их даты, обследовали их окружение и все. На базе нашего туберкулезного диспансера ежегодно проводятся семинары со средними медицинскими работниками по постановке пробу Монтуна, и диагностических тестов, и прививок БЦЖ. Проводили мы семинары и с работниками клинических лабораторий по определению мокро, чтобы могли они найти туберкулезную помощь. Ну вот такие у нас вот, вместе с разом мы бываем на аппаратных совещаниях у главного врача ЦРП, где ставим вопросы перед главным врачом, перед поликлиникой, перед общей лечебной сетью района, в вопросах раннего выявления туберкулеза. И все-таки нам, вот посмотрите, если за первый полугодие 2016 года было выявлено 39 больных, в 2017 году за первый полугодие 39, то за первый полугодие 2018 года было выявлено 35 больных. Но какая-то заболеваемость снизилась с 25,3 до 22,4 в 2018 году. Снизилась у нас показатель болезненности, это количество больных, болеющих туберкулезом на 100 тысяч населения, это показатель сегодня у нас 144,8. К сожалению, стабильно остается у нас показатель смертности. Да, и в первом полугодии 2018 года у нас умерла 5 больных, но эти больные, которые длительное время страдали хронической болезнью туберкулезом, при этом у них были сопутствующие заболевания, у одного ВИЧ-инфекция была, у другого гепатит, хронический, у третьего сахарный диабет, который усугубляет течение этой болезни туберкулеза и, в конце концов, усугубляя одних другого, мы потеряли 5-х вполне людей трудоспособного возраста. К сожалению, неутешительна статистика и относительно заболеваемости туберкулезом детей и подростков. Здесь в первую очередь нужно обратить внимание родителей на данный факт. Они, доверяя информации из неподтвержденных источников, отказываются делать прививки и реакцию. В первом полугодии у нас выросло немножко заболеваемость детей. Мы выявили троих детей, из них двое с туберкулезом легких, ну туберкулезом, ну туберкулезом, ну туберкулезом, ну лимфодом, другого ребенка, чаговый, и в нелегочную туберкулезу одного. И заболел у нас двое подростков. Так что у нас вот эти показатели заболеваемости среди детей и подростков, они сегодня за первое полугодие превышают почти в два раза заболеваемость и болезненность и заболеваемость среди детей и подростков в районе. Есть у нас такие населенные пункты, в которых всегда у нас эта заболеваемость очень высокая. Я расскажу вам, это, например, Октябрьская, если у нас по району 22,4 заболеваемости, то в Октябрьском 87,1 за первое. Вот знаете, Октябрьская, Дзюжинская, Керечная, Советская, это вот эти населенные пункты, в которых всегда была высокая заболеваемость. Она всегда у них держится эта высокая заболеваемость. Мы в Октябрьском проводили сплошное флорографическое обследование. Мы выявляли, брали, лечили. Была огромная заболеваемость. То же самое было в Дзюжинском. Но, вы знаете, сегодня это связано с безработицей. Сегодня не работают эти люди, понимаете. Мы их приведем в порядок в больнице, вот закроется полос распада, мы их отправим домой. Но опять-таки, вы знаете, эти люди в основном кормятся с огорода и уезжают куда-нибудь на заработки, куда-нибудь с этими делами опять приезжают с этими обострениями. Вы знаете, у нас немножко выросла болезненность, по сравнению. У нас 8 человек, которые временно проживали в других населенных пунктах России, приехали к нам заболевать терминозом. Этих больных никто не хочет нигде их лечить, их всех отправляют по постоянному месту жительства. Таким же у нас является Новосельское. Вот Костык дал сегодня 50-й, Батащюр, Новогогатли. Обычно Какрек, Муцеловол, вот эти населенные пункты тоже входит в те населенные пункты, у меня 15-17 населенных пунктов, из стольких в районе которых заболевает болезнь и смертность выше тем по району в 2-3 раза. А у нас тоже в 1,5 раза превышает по району. Поэтому нам предстоит во втором полугодии установить в этих населенных пунктах дату флюорографической машины, выявить там, как можно, сделать сплошное флюорографическое ответ. Но у нас этого не получается, потому что эти люди некоторые выезжают на заработки, их нет. Но когда они приезжают, это уже момент упущен, когда возник такой энтузиазм, всем хотелось бы охватить этих людей флюорографическое обследование. Вы знаете, основным методом выявления туберкулеза среди подростков и взрослых это является флюорографическое обследование. Хотя флюорографическое обследование у нас выросло по сравнению с прошлым годом, в прошлом году показатель у нас был 30%, в этом году 36,6%. Если в прошлом году мы охватили 31 тысяча людей за первое полугодие, то в этом году охватили почти 38 тысяч. В этом вопросе направления идет работа. Но сегодня один передвижной флюорограф наш работает в районе. Понимаете, он может охватить 15-17 населенных пунктов. Больше он не может, потому что все-таки 100-120 человек в сутки, которые приходят из этого, если сделать, то у нас и график есть, утвержденный заместителем главы администрации Вахид Адельхановичем, то мы не можем. Нам хотя бы, вот сегодня в районной поликлинике не работает стационарный флюорограф, поэтому передвижной флюорограф стоит там. Вот в этом Ниагаре, где была, и он там принимает этих больных, и у нас мы не успеваем одним передвижным флюорографом охватить всех. И все-таки у нас дальние, вы знаете, населенные пункты, такие, как, например, Севуха, Адельотар, Кадыротар, там взять Сулевкен, Куроши, там взять Теречен, Дзержинская, Октябрьская, когда этих больных и этих людей трудно вызвать, все-таки за 30-40 километров, чтобы они приехали в район. Они даже когда флюорограф приезжают в Сулу, они за штанат... Даже и тогда их очень трудно бывает. Да, тем более их очень трудно привезти. Вот мы в этих населенных пунктах ставим, я вам скажу, конечно, это не обидно. Вот посмотрите, да, флюорограф стоял, вот Кандаура Вули 28%, в соседних 19,6%, Чавра Тари 30%, вот сейчас, вот он стоял... Уже до 50 и до 100. Да, не доходит. Кадыротаре стоял, 742 подбежал, 235 прошло. Ну, понимаете, да? Я считаю, все-таки, сегодня, ну, там, Адельо Тари, Кадыротар, вот Сивухе, почти 3000 подбежало, 858, понимаете? Ну, если ставится флюорографический аппарат, населенный пункт, это не значит, что он ставится для двух-трех медицинских работников, заведующих ФАПом, там, и акушерки, да, и санитарки. Я думаю, вес актива расселения должен работать над этим, с этим, с населением, для того, чтобы призывать, в первую очередь, может быть, контактность туберкулезных призывать, во вторую очередь, окружение беременных призывать, в третью очередь призывать людей нетрудосособного возраста, да, потому что они остаются с нашими детьми, они остаются с нашими внуками, они за ними смотрят, и потом мы у них выявляем туберкулез, потому что в течение долгих времени дедушка-бабушка не обследуются на флюорографию, и у них нет, нет, проявляется старский туберкулез, который вяло текущий, да, он покашляет, думаю, ну, наверное, кашляет, это все, да, и вот так, получать у нас случаи заболевания, когда выявляем дедушку, и вдруг выявляет и внук, и ребенок, и дети, с этими делами. Какой возраст детей заболевших внук посрединя? Ну, в среднем, я вам скажу, эти дети, вот вам точно, если нужно, у меня вот списки заболевших за это есть, то я могу сказать, один ребенок был два года, другому ребенку было семь лет, и трое, и третий ребенок, где-то было восемь лет, и двое подростков, от лет 15 до 17 лет. Сейчас многие мамаши отказываются от прививок. Изначально, начинается с роддома, и так далее. А каковы меры профилактики туберкулеза? Ну, вы знаете, вот дойдем до прививок, вот знаете, вот у детей, у детей от года до 7 лет, первым делом выявляется туберкулез нерентгеном, а постановка реакции мотома. Понимаете? Но даже и от этого, вот в школах отказываются? Да, да, отказываются. От отказа. Но нисколько вот подлежало от года до 7 лет, 25 668 детей. Вот сделано 7200. 28 процентов. Вот представляете, а если его не сделать 95-96%, то вся эта работа, она идет на смартфон, потому что она, ну, она не имеет такого диагностического значения. Я понимаю, сегодня вот эти вопросы мы обговаривали с главным врачом, мы обговаривали и с Фомсом, да, сегодня Фомс считает, что эту диагностическую пробу они не должны оплачивать. И сегодня нету человека, который, ну, нету, никак не молнием определиться, но кто же будет покупать туберкулин и делать этим детям. Туберкулин-то хорошо, одна своя цена, а детей от 8 лет до 17 лет, мы должны ставить диагностическую тест. Диагностическую тест, это та же туберкулинная проба, но там, рекомбинированный этот туберкулин, да, он не имеет ложноположительных своих результатов, да, там, если есть результат, значит, там где-то есть туберкулин. Он дороже стоит почти в 3-4 раза, чем туберкулин. И ни разу Робин не ставил диагностическую пробу, понимаете? Вот в этом году на обществе фтериатора, когда нас заслушали город Хасаюд, Хасаюдский район и город Кизулуп, Кизулупский район, моему суту, Кизулуп и Кизулупский район, они пробу Монту охватывают не менее 95% и диаскетез охватывают не менее 95%. Я даже попросил главного врача города, вот сейчас новый, старый, что попросил, попросил главного врача от района, я говорю, ну, узнаете, каким образом они его приобрели. Если у них, конечно, ну, по сравнению с нашим населением, их население гораздо меньше, ну, наверное, финансирование меньше, ну, как я, да, ну, видно, какие-то люди находят... А кто должен финансировать? Вот, вы знаете, ФОМС оттуда? Да, ФОМС, вообще-то, министры говорили, что эти вещи должен финансировать ФОМС. ФОМС говорит, это никак целевое использование, оно не дает главным врачам спокойно, нормальной, купить. До 13-го года, когда был министр Амелас Ахмедович, то этот, знаете, закупался централизованным, нездравым, туберкулезным бесплатным, шприцы и туберкулезным, потом все это распределялось по всем районам, по количеству детей, и это все проводилось организованно. Организованно, вот тогда мы выявляли детей, мы выявляли подростков, мы смотрели, и делали. Вот с 12-го на 13-й год и туберкулезный вырос в цене почти в 3-4 раза, потому что там был завод, который выпускает, он был монополистом, да, и, видно, решили заработать этими всеми делами, да, и вот с тех пор, вот с 13-го года мы начали хромать на этот посадок и туберкулезную диагностику и все. То есть такой период, это с 8-ми до 17-ти лет, он только если сделать флюорографию можно выявить на дуберкулезный. Ну, понимаете, с 8-ми с 8-ми лет мы не делаем флюорографию, мы флюорографию делаем с 15-ти лет. Так вот этот промежуток с 17-ти лет остается неотследованным, понимаете? Или, ну, как бы, если он заболеется, да, да, если там кого-то выявляем взрослого, мы начинали обследовать, или в школе выявляем, может, уборщик учителя, мы начинаем, когда хочешь, не хочешь, надо дойти, купить и обследовать, вот тогда эти все дела обследования проводятся, а так получается 25-30-40%, да, но в прошлом году охват был чуть больше, но, вы знаете, они все приобрели туберкулезный в декабре, к началу декабря, мы начали в декабре делать до конца года, но эта туберкулезная диагностика, она была ни к чему не нужной, да, и она не дала никаких результатов, потому что все занимались годовыми отчетами, все быстро это делали, результатов не увидели, весь этот туберкулезный был зря потрачен и ушел. Вопрос, который поставили вот при вивке БЦЖ, вы знаете, к сожалению, вот в районе может быть даже лучше, вот если в районе у нас родило за первые полугодия 1795, при витут 1157, 64,4, да, метаотводов было всего лишь 15,084, 44 человека, у которых был отказ, 2,5%, было немного, а вот не было вакцины, в течение полтора месяца и были многие непривиты. Теперь вот в течение июля у нас родилось получилось 1900 с лишним человек, получилось, да, нет, 1500 с чем-то родилось, сделали, и они 500 с чем-то прививок сделали БЦЖ, и сегодня охват за 7 месяцев охват БЦЖ по району составил где-то около 96,7%, они сделали. Все-таки и город, и район, все-таки родители отказывают сделать БЦЖ в роддоме, все-таки в поликлиниках они находят видна слова подхода к родителям и убеждая их, и вот довакцинируют этих детей, потому что если эти дети не получат вакцину в годовалом возрасте, они, конечно, беззашидны перед тюберкулозом, а сегодня все-таки и город Хасаевский район это в котором очень много людей, которые приезжают, уезжают и сегодня может быть масса возникнет масса инфекций, то они могут заболеть этим тюберкулозом. Но многие родители аргументируют свой отказ тем, что неуверены в качестве этих самых реакций и так далее. Я работал с 79-го года главным врачом участковой больницы в Батайюрке, и работал там тогда и Могилевский, и Покровский, и Шкатарий, и Покровский, и Пестраковский было. Тогда тоже работали, делали. Тогда охват этими всеми привыками был гораздо конечно выше. Конечно сегодня средства массовой информации, которые иногда по центральному телевидению передают и там начинаются споры то, другое, третье, пятое, чуть ли не прививки БЦЖ или прививки другой паротипной или прививки от кори, они доводят до абсурда, что как будто мы чуть ли этих детей аллергизируем, что этих детей мы чуть ли не калечим этими делами, задумывая о том, сколько детей у нас умирало от этих детских инфекционных заболеваний, от которых получают они сегодня прививки. Вы знаете, когда проходили в институте учились, мы видели, сколько суставного туберкулеза бывало у детей, сколько бывало у детей с горбом, с этими делами, потому что у этих детей с заболеваниями туберкулезом, туберкулезный спондилик, туберкулезный возникали, они приводили деформацию этих костей, этих гелом, их не стало, прошли, их нет, сейчас сегодня не видно этих людей. Вы знаете, вот на коллеге мы слушали паратит, да, но теперь не делают, и вот прививки, и когда заболевает в молодом возрасте человек, она ведет бесплодие. Знаете, да, то есть сегодня здесь в республике Дагестан таких парок было мало, сейчас в этом году они увеличат, увеличатся проценты, это к всему. Я же говорю, когда в 79-м я работал, у нас рождаемость было чуть ли не 35 нас, тысячу населения, а сегодня рождаемость 16, 17, 18, да, очень низкая рождаемость. И сегодня даже родившиеся дети не имеют всегда, ну, когда их делят на 5 грубо, да, но не все такие здоровые дети, которые рождают и делают. И, конечно, ни один туберкулезный диспансер и не одни работники туберкулезного диспансера, это вся общая лечебная семья должна вести санитарно-просветительные работы с мамашами, с беременными, когда они идут в роддом, убедить их о том, что прививка БЦЖ спасает их детей, повышает иммунитет, у этих детей появляется иммунитет от туберкулеза, их лифоциты, лейкоциты начинают бороться с проникновением туберкулезных внутри организма и побеждать ее. Сегодня я сказал, с аппаратурой, я сказал, что с флюорографическим обследованием в районе, даже в населенных пунктах, где стоит флюорографический аппарат, охват флюорографии очень низок, низкий охват от туберкулезной диагностики, нет вообще диазгин-теста, уже несколько лет не делали диазгин-тест, и это все вместе, и санитарно просит работа, которая нам должна дать те плоды, которые мы хотим получить, мы хотим заболеваемость, болезнь, смерть Хосельского района. Хотя рядом есть районы, в которых тоже высокая заболеваемость, например, в городе у нас заболеваемость 15,6 на 100 тысяч населения, в районе 22,4. Все-таки и в город сегодня, хотя эти показатели по городу ниже, чем господиаканские показатели болезни и смертности, но вы знаете, город тоже такой большой, это город, рынок, в который приезжают каждый день чуть ли не до 10 тысяч людей, уезжают, привозят с собой свои разные инфекции и увозят туда разные инфекции. Конечно, никогда нельзя сказать, что мы благополучно по туберкулезу и по кем-то инфекциям, потому что сегодня с такой миграцией населения никто не может быть уверенным в своих показателях. Следуйте советам специалистов и вы оградите себя и своих родных от страшных последствий такого заболевания, как туберкулез. Будьте здоровы!